Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, вчера я рассказал вам и, собственно говоря, могу сказать, что это один из немногих обзоров, которые я снимаю, потому что мне хочется донести до людей заранее, прежде чем они прочитают, какую-то свою мысль, связанную с этим событием. Касается она Николая Цискаридзе, многоуважаемого мной человека, безусловно. Мне очень он нравится, я смотрел интервью с ним, это сверхинтеллигентный, сверхначитанный, очень, ну, просто национальное достояние, действительно, Цискаридзе, по-другому не скажешь никак. А, значит, все дело в том, что непосредственно перед боем курантов пишут, значит, вот обнаружились фотографии его такого личного плана. Кто-то написал, что это все гуляет еще с сентября месяца, но вот собеседник.ру упорно утверждает, что это, собственно говоря, появилось непосредственно перед боем курантов, то есть прямо перед Новым годом. Вот, послушайте, это статья на собеседнике, я потом выскажу свое мнение. Она коротенькая. Просочившиеся в сеть кадры с двумя голыми мужчинами, один из которых похож на Николая Цискаридзе, произвели фурор. Ну и очень плохо, что они произвели фурор, в общем-то говоря, потому что тут никакого фурора быть, как мне кажется, и не может. Минувший год был богат на сексуальные скандалы. Сперва в сети всплыл очередной ролик с Алексеем Паниным. Потом вся страна увидела, как удовлетворяет себя футболист Дзюба. А перед боем курантов в интернете появились кадры, на которых похожий на Николая Цискаридзе мужчина отдается другому мужчине. Значит, актриса и певица Алена Кравец, вот в чем смысл новости, пришла в ужас от скандала. Она поддержала Николая Цискаридзе, но не от гей-сцен, пишет прошедшую Крым и Рым Алену, которая к тому же всю жизнь вращается в шоу-бизнес, этим не удивишь. Я вообще не знаю, кто это такая, если честно. О, ад общественной реакции. Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые, возмущает, возмущена Алена. Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чужом грязном белье и заглядывают в замочную скважину. Она говорит, даже если на этих кадрах это Цискаридзе, так что, он не человек, что ли? У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него. Ругаться же по этому поводу могут только те, говорит она, у кого в койке все плохо. Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати, советует Алена. Если бы энергия пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов, мы могли бы перевернуть землю, говорит Петя Трофимов в Вишневом саде. Так вот, если бы энергию, которую люди тратят на обличение геев, они тратили бы на что-то другое, много бы изменилось в лучшую сторону. Алена Кравец подчеркивает, что не знает, кто в реальности запечатлен на фривольных гей-фото. Признаться, вряд ли. Вот ключевая фраза, которая действительно, я считаю, на которую нужно обратить внимание. Потому что я посмотрел много СМИ уже и во многих осуждения. Признаться, вряд ли умный Николай Цискоридзе хранил бы такое в телефоне, считает Алена. Друзья, я с ней абсолютно согласен. Значит, я считаю, что, принимая во внимание все-таки интеллектуальные данные Николая Цискоридзе, я сомневаюсь, что, во-первых, он бы допустил какие-то съемки подобного рода, да? Но это очень сложно себе представить. Да плюс ко всему хранил бы это у себя в телефоне. Я считаю, что это просто невозможно абсолютно. Это абсолютная дикость, то, что происходит. Это паскудство, просто паскудство. Да и никогда прежде я не слышала, чтобы он был замешан в гей-скандалах. Думаю, перед нами умелый монтаж. Друзья, я абсолютно с ней согласен. И считаю, что с помощью умелого монтажа, что в случае с Дзюбой, но там, видимо, не достигли своей цели, потому что общественное мнение через сутки, собственно говоря, изменилось, наоборот, в пользу Дзюбы, да? И осудили, общество осудило тех, кто выложил это все. В случае с Николаем Цискоридзе я могу сказать одно. Это гениальнейший человек абсолютно. Абсолютно гениальнейший человек. И я очень сильно сомневаюсь, что с учетом того, что он, насколько мне известно, член Совета по культуре при президенте, член Госсовета, значит, ректор Академии, старейший, да, балетный, и он вот взял бы и хранил в телефоне эти фото. Это куром на смех. Это просто смешно. Человек понимает уровень ответственности перед обществом, перед учениками. Я никогда не поверю в это абсолютно. Кто-то сказал, а зачем вы снимаете? Вот вы же сняли, люди посмотрели, люди... Ну так люди придут, прочитают публикацию какую-нибудь, посмотрят комментарии, где полное осуждение. И что они сделают? Стадный инстинкт какой? Напишут какие-то слова, пусть нейтральные, даже если они были, так скажем, понимая, что это монтаж, зацескориться, но стадный инстинкт скажет им писать то же самое. Понимаете, в чем дело? Поэтому мне хочется и хотелось, чтобы люди, прежде чем прийти куда-то, например, посмотрев видео моё об этом, понимали, что это очевидный монтаж. Очевидный просто абсолютно. Потому что, еще раз говорю, в силу интеллектуальных способностей, Сокорица бы никогда не стал сохранить себя на телефоне. Он в последнее время стал очень громко высказываться в отношении Большого театра, с которым у него был конфликт. Он прямо сказал, я ушел оттуда из-за травли. И я так понимаю, ему начали порочить пост даже директора Большого театра. Это я вот просто чисто по слухам, потому что я не говорю, что где-то это вот официально было заявлено. И вы знаете, тут вдруг всплывают какие-то вот такие вещи. Очевидное паскудство и очевидный почерк вырисовывается у людей. Какой почерк? Покопаться, найти что-то, вывалить, опозорить. Опозорить перед людьми. Что-то склеить, что-то выложить, что-то найти, что-то смонтировать. И выложить для того, чтобы опозорить перед людьми. И чтобы достичь, так сказать, цели дискредитации человека. Я считаю, что это паскудство абсолютнейшее. И когда люди, вы знаете, очевидно лгут просто. Вот просто лгут очевидно. И это понятно. То есть они искажают факты намеренно. Намеренно. Для чего? Для того, чтобы правды было не найти. И в данном случае, вот та ложь, я считаю, которая есть вокруг Николая Цискоридзе, она нужна для того, чтобы затмить его гения. Но его невозможно затмить, друзья. Это человек, который уже сделал и вышел на такой уровень, что вот такого рода какие-то вот... Вы знаете, вот это очень мелочные люди, которые пошли на это. Потому что они не понимают даже своим мыслительным аппаратом, что Цискоридзе это уже никак не помешает. Он уже на другом уровне, чтобы ему вот это вот все каким-то образом мешало или как-то повлияло, как я считаю, на его жизнь там и деятельность. Ну, хотя пишут, что он тяжело переживает это все дело и так далее, потому что человек такой достаточно эмоциональный. Ну, друзья, я вообще вот был удивлен, просто шокирован на самом деле. Но еще раз считаю, скажу, что я считаю своим долгом снять видео об этом, потому что я всецело уважаю этого человека. И хочу, чтобы каждый человек, который посмотрит это видео, прежде чем, значит, вот читать подобного рода комментарии, новости и что-то подобное, поддаваясь стадному инстинкту писать, я не говорю обо всех, но есть такие люди, согласитесь. Может быть, посмотрев мое видео, люди, ну, просто поймут. Потому что про Дзюбу, ну, вы помните, когда я сделал небольшой такой номер на 40 секунд, почистил морковку, так скажем, да? Вот, и сказал, что, значит, что подглядывать в замочную скважину? Интересно посмотреть? И очень многие люди написали спасибо огромное, потому что люди действительно тыкали, им было интересно. А я назвал второе видео Дзюба. Людям было стыдно за самим себя, за самих себя, потому что они как бы поддались искушению посмотреть. Хотя, понимаете, поэтому мне кажется, что это нужно делать, и это важно делать для того, чтобы общество не воспринимало только однобок, а одну позицию. Лживых, пасхудных абсолютно людей, для которых нет ничего святого. Оболгать другого человека для них просто абсолютно как два пальца, так сказать, понимаете? об камень. Значит, друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, кому интересно, Будда Гришна. Канал о саморазвитии, Будда Гришна, Life is Good. Второй новостной канал, Будда Гришна, News 24. Добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижняя подчерка, неофициал, кому интересно, кто хочет ближе познакомиться. Всем пока, друзья, до встречи!